Всем привет, друзья мои! В сегодняшнем видео я вам покажу необычное свое приобретение. Причем полезное приобретение, которое я очень давно искал. Я пересмотрел очень много обзоров, пересмотрел очень много видео и сделал для себя определенные выводы. И именно в этом видео я попытаюсь вам сейчас объяснить, почему я остановился именно на этом выборе. Что же это за выбор? И что же это за вещь такая? Я приобрел себе камеру Калипсо, подводную камеру на шнуре. То есть шнуровая камера, 20-метровый кабель. Сейчас поподробнее все о нем расскажу. В этом видео я вам покажу и попытаюсь рассказать о своем новом приобретении. Это подводная камера Калипсо. Шнуровая подводная камера. Камера имеет функцию записи. Такого типа камеру я давно уже искал. Пересмотрев очень много разной информации, я остановился на двух вариантах, которые на сегодняшний... На трех, скажем, вариантах, которые сегодня меня могли бы устроить. То есть лучше ничего я не нашел. Из этих трех я выбрал пока себе вот эту камеру. Но в дальнейшем есть еще варианты приобрести и другие камеры, протестировать их, посмотреть и, возможно, снимать с разных точек. Чем же эта камера меня заинтересовала? Такого типа камеру я давно собирался приобрести. Не только для рыбалки, но и для бытовых нужд. Вы спросите, для каких таких же бытовых нужд? Ну тут надо просто логически помыслить. И сразу приходит множество идей, куда можно применить возможности этой камеры. Ну, к примеру, у кого есть колодцы или скважины, а смотреть колодец на момент каких-то повреждений или засоров, то же самое сделать со скважиной. Камера может снимать в полной темноте. Камера имеет ИК-подсветку. Но в то же время, сейчас немножко позже я об этом расскажу, камера имеет возможность отключения ИК-подсветки. И это очень важно. Также камеру можно опустить в какие-то вообще просто недоступные для человека места. Щели, расщелины. И осмотреть их или изучить. Итак, друзья мои, теперь немножко поподробнее об этой камере. Почему именно у меня остановился выбор именно на Калипсо? Во-первых, самое первое, то что я искал, это камера с отключаемой ИК-подсветкой. Это очень важно для качественной картинки. Да, причем ИК-подсветка отключается в процессе работы. В процессе просто видеонаблюдения. И в процессе записи видеонаблюдения. Многие почему-то думают, что ИК-подсветка это мана небесная. И она должна светить всегда. Всегда, везде и не включаться. Но это ошибочное мнение. Не так все просто. ИК-подсветка нужна совсем в каких-то экстренных ситуациях. Прям вообще в кромешной тьме. Но когда свет, в принципе, довольно-таки нормально поступает, скажем, даже более-менее, ИК-подсветка не нужна. А вот теперь самое главное. ИК-подсветка дает очень большие засветы. При ИК-подсветке дальность видения пропадает. При ИК-подсветке сразу видны всякие частицы. Пылинки, какая-то извести. Там вот всякие-всякие-всякие пузырики. И всякие вообще мельчайшие частицы. Все это видно. И это вообще рябит, как пиксели на компьютере. Очень плохо все видно. Это с ИК-подсветкой. И, во-первых, ИК-подсветка сразу снимает вообще просто конкретно в черно-белом режиме. Подводные камеры шнуровые вообще как бы качеством особо не блещут. Но с ИК-подсветкой вообще все просто ужасно. И именно поэтому я как раз вот камеру искал с отключаемой ИК-подсветкой. Основная масса, кстати, китайских камер почему-то ИК-подсветку не отключает. И еще такой интересный момент. Пока я искал себе камеру, я в руках передержал многие. И ИК-подсветка у разных камер светит по-разному. Я обратил внимание, что у некоторых камер ИК-подсветки очень много. Там 12, 20 этих диодов. И светят они очень ярко. Причем просто смотришь на них при дневном свете, и они тебя чуть ли не ослепляют. Зачем такая нужна ИК-подсветка? Попробую я поснимать с такой подсветкой. Такая подсветка стояла на фишкам 750. И что я обнаружил? В полной темноте, к примеру, камера дает такой засвет, ну как будто мы светим фонарем. И благодаря этой подсветке мы вообще ничего не видим. То есть камера не подсвечивает, а светит просто лучом. Ну, во-первых, такая камера будет отпугивать рыбу с такой подсветкой. Во-вторых, это просто жуткие засветы, при которых вообще ничего не видно. Итак, ИК-подсветка должна при дневном свете быть еле заметна. Вот у камеры Калипса всего два ИК-диода. И этого вполне достаточно. Я чуть позже покажу. На самом деле в камере очень важная функция – это светочувствительность самой камеры. Если светочувствительность в самой камере очень хорошая, то по сути ИК-подсветка практически нам не нужна. Но только вообще просто в крайних ситуациях. И основным моим критерием в выборе камеры как раз и было это – возможность отключения ИК-подсветки. Ну и второй немаловажный фактор, сначала это, конечно, не понимал, но придержав приличное количество камер в руке, я понял, что очень важный второй параметр – это габариты камеры. Потому что если мы будем ходить, скажем, вообще в такой, представляете, в халадрыгу, в амуниции, хорошо одетые такие, плюс у нас там куча-куча всякого барахла, который мы с собой таскаем по льду, и у нас камера. Вот куда ее деть? Можем положить, конечно, в сане, можем положить в ящик, но в ящик не каждая камера влезет. Так вот тут самое интересное. Я как раз и выбирал камеру, которую можно запихнуть за пазуху, положить в карман или чтобы она поместилась в рыболовный ящик. Конечно, габариты – это очень важное, но очень хочется, чтобы камера еще снимала, ну, скажем, как у Кусто. Третье, это немаловажный фактор при выборе камеры, была функция записи, чтобы камера имела функцию записи. Опять же, не все камеры имеют такую функцию. Ну, а в этой камере, помимо записи, еще есть функция четырехкратного зума. Итак, друзья мои, давайте сейчас перейдем полностью к характеристикам этой камеры, и я вам попытаюсь рассказать о этих характеристиках. Итак, камера Калипсо 1110. Очень мобильная камера. Габарит этой камеры – 139 на 101, и толщина камеры – 53. Это все в миллиметрах. Весит камера – 380 грамм. Камеру запросто можно запихнуть за пазуху или даже в карман. Что немаловажно, камера помещается в рыболовный ящик, и места много не занимает. Отключаем маякоподсветку. Причем отключается и включается она как просто в режиме видеонаблюдения, так и в режиме записи. Рабочий температурный режим камеры – от минус 30 до плюс 60 градусов. Что немаловажно, камера имеет защиту от воды – IP67. Это, конечно, не IP68 или IP69, но под дождем или снегом камерой можно пользоваться. Тип памяти у камеры – внешний. Карточка microSD. Поддерживается, внимание, до 32 гигабайт. И это я уже проверил. Камера не зависает, не глючит, все потом читается и все записывается. Причем даже не обязательно какие-то супердорогие карточки. Была использована мною 32 гигабайтная карта, самая дешевая, за тысячу с лишним рублей. Шнур у камеры, хоть и тонкий на вид, но выдерживает 20 кг нагрузки, как указывает производитель. Длина шнура 20 метров. В принципе, это довольно-таки приличный метраж. Теперь именно о самой камере. Почему я выбрал именно Calypso? Calypso довольно-таки маленький девайс, который можно поместить за пазуху или положить в рыболовный ящик. Это первое. Второе. Камера довольно-таки неплохо снимает. Когда я сидел на водоеме, многие подходили, интересовались этой камерой, смотрели и говорили такую фразу. Неплохо. Моя камера снимает хуже. Я рад, что я, в принципе, приобрел ту камеру, которая снимает неплохо. У нее есть плюсы и есть минусы. И сейчас я о них попробую рассказать. Я постараюсь вам рассказать, как эта камера работает, какие настройки эта камера имеет, что эта камера может. Первое, что бросается в глаза, это в комплекте идет вот такой чехол. Вот такой чехольчик. Вот такой кармашек. На самом деле он, в принципе, не особо ничему не пригоден, только как положить туда саму камеру, чтобы не повредить ее. Чехольчик имеет ремешки, которыми, в принципе, я особо не пользуюсь, потому что если на мне одета куча вещей, то это крайне неудобно. Хотя можно ремешок заменить, сделать его подлиннее и можно использовать ее в подвешенном состоянии. Но, опять же, это для меня оказалось не очень удобно. Я ее просто рядом кладу с лункой и наблюдаю, что там происходит. Как камеру туда установить? Сначала мы саму камеру, сам объектив, просовываем вот через это отверстие, чтобы шнур проходил изнутри. Дальше мы кладем камеру. С обратной стороны мы ее продеваем. И шнур у нас наматывается с этой стороны. Сзади есть отверстие у камеры для того, чтобы хранить объектив. Я им особо не пользуюсь, потому что у меня камера сразу в собранном состоянии, чтобы туда-сюда ее не разбирать. Поэтому я зачехляю чехольчик с задней стороны. И саму камеру, сам объектив, кладу вот в этот кармашек, чтобы она не повредилась. Все. Здесь у нас молния. Закрываем и камера упакована. При видеосъемке, чтобы повернуть камеру, нам приходится крутить именно вот за этот шнур и поворачивать. Как вы видите, она делает вот такие вот резкие движения. Это не всегда удобно. Очень-очень микронно надо поворачивать. Это минус таких камер. Ну а что делать? В принципе, можно использовать какое-то GoPro, но это все геморройно. Батарейки этой камеры хватает очень надолго, поэтому это большой плюс. На всю рыбалку. Ну а если мы подвесим грузик, то уже камера, шнур уже сильно натянут, и мы микронно уже можем поворачивать. Камера сильно не прыгает из стороны в сторону. Она более плавно поворачивает. Без всяких резких поворотов. Без всяких резких рывков. Камеру можно закрепить на какой-либо штатив. Здесь у нас находится разъем для зарядки. Крышечка герметична, плотно прилегает. Здесь у нас вставлена сама карточка. У меня карта стоит на 32 гигабайта. Камера имеет вот такую крышечку. Что удобно, в принципе, защищает сам монитор. И монитор камеры защищен от бликов, от солнечных лучей. Работать с этой камерой довольно-таки удобно. С правой стороны кнопка включения и выключения. С левой стороны от монитора кнопка записи. Также эта кнопка поддерживает функцию подтверждения. То есть, да или нет. Кнопка меню. Инфракрасное включение и выключение. И стрелочки вверх-вниз, которые выбирают определенный режим. Итак, мы включаем камеру. Нажимаем на кнопку, которая находится с правой стороны от монитора. Кнопки нажимаются довольно-таки жестко. Но из-за того, что эти все кнопки герметичны. Камера включилась. Чтобы выключить камеру, надо нажав удерживать эту кнопку. Итак, что же эта камера может? Нажимаем на меню. Кнопочка M. Режим работы. То, что я вам и говорил. С левой стороны от монитора кнопка, которая включает или выключает саму запись. Но эта же кнопка подтверждает выбранный нами режим. Допустим, режим работы. Нажимаем на эту кнопку. Режим видео или режим фото. Выбираем режим видео. Подтверждаем. Видим значок режим видео. Нажимаем еще раз на меню. Подтверждаем кнопкой записи выбор режима. Режим фотографии. И еще раз подтверждаем. Значок фотографии. Выходим обратно. У меня всегда стоит по умолчанию режим видео. Эта камера имеет зум. На самом деле я им особо не пользуюсь. Но функции довольно-таки нужны. Кнопка с правой стороны. Вот такое солнышко. Это включение инфракрасной подсветки. Если у нас кружочек не закрашен внутри, значит камера снимает без инфракрасной подсветки. Нажимаем на эту кнопочку. Вторая с правой стороны. И стрелочкой подтверждаем, пока горит вот эта надпись. Кружочек у нас закрасился. И мы видим, что наше изображение перешло практически в черно-белое. Да не практически, а наверное в черно-белое. Инфракрасная подсветка нам нужна для того, чтобы снимать, ну скажем, в кромешной тьме. Когда толстый лед, когда большая глубина, когда лед покрыт толстым слоем снега, когда солнечные лучи не проходят через все эти препятствия. Где кромешная тьма, нам понадобится инфракрасная подсветка. Без нее мы ничего не увидим. Но если обстановка нам позволяет снимать без инфракрасной подсветки, то лучше ее не включать. Картинка становится четче, камера снимает дальше. И само изображение получается довольно-таки лучше, качественнее. Итак, предположим, что мы уже готовы к видеосъемке. Опускаем наш объектив под воду. И чтобы начать видеозапись, мы нажимаем вот на эту кнопочку от монитора с левой стороны. Значок видеокамеры начинает моргать. Съемка пошла. Пошел отсчет. Сколько по времени наша камера снимает. Рядом еще более интересные цифры. На какое время нам хватит видеозаписи. То есть сколько мы сможем заснять. 7 часов 47 минут 14 секунд. Под значком видеозаписи, который моргает, мы видим вот такие цифры. Это как раз и есть зум. Умноженный на 1. Это без зума. Прибавляем умноженный на 2, на 3 и на 4. Это у нас максимальный зум. Останавливаем видеосъемку. Нажимаем. Значок камеры перестает моргать. Пропадают циферки. И в левом нижнем углу мы видим уже другие цифры. Здесь показано, сколько часов мы еще сможем записать на нашу карточку. В верхнем правом углу дата месяц и год. И время. В нижнем правом углу идентификатор нашей батареи. Ее хватает практически на весь день. Есть также кнопочка меню. Нажимаем. И у нас разные режимы. Стрелочками выбираем. Режим работы. Мои файлы, то что мы записали. И настройки самой камеры. На самом деле меню очень простое. Очень простое меню. Режим работы. Чтобы нам выбрать, надо подтвердить. Кнопка записи подтверждает. Режим видеозаписи или фотографии. Я вам это показывал. Это нам не нужно. Выйти, нажимаем М. Меню. Мои файлы. Подтверждаем, нажав кнопку записи. Видеофайлы и фотофайлы. Опять же подтверждаем кнопкой записи. Чтобы просмотреть, опять нажимаем. На кнопку записи. И теперь мы видим то, что мы отсняли. Очень удобно просматривать и анализировать ситуацию позже. Стоп. Опять кнопка записи. Видим значок корзинка. Мы можем удалять выборочно наши записанные файлы. Чтобы удалить этот файл, нужно нажать на кнопку включения-выключения. Нажимаем. Камера у нас спрашивает, удалить этот файл или нет. Кнопочку мы выбираем. Да. И жмем подтверждение на кнопку записи. Файл удален. Показано, сколько файлов у нас осталось. Я хочу и этот удалить. Камера пишет файлов, больше нет. И выбрасывает нас в менюшку. Фото файл выбираем. Подтверждение, кнопка записи. Файлов нет. Выбросов обратно в меню. Дальше выходим в основное меню. С моими файлами разобрались. Теперь настройки. Подтверждаем. Язык. Выбор языка. Разнообразие языков. Это нам не нужно. Нажимаем меню. Дата и время. Установки даты и времени. Все установлено. Мне это не нужно. Нажимаем меню. Выход в основное меню. Индикация даты и времени. Подтверждаем. Дата и время. Можно показывать просто дату. Можно вообще все это дело отключить. Мне это не нужно. Нажимаем меню. Кнопочка М. Дальше. Разрешение фотографии. Подтверждаем. Камера фотографирует как 1280 на 960, так и в 640 на 480. Выходим в меню. Стрелочкой опускаемся ниже. Разрешение видеозаписи. Кнопка Подтвердить. Видеокамера у нас снимает или 720 на 480, или 640 на 480. Идем дальше. Энергосбережение. Подтверждение. У меня эта функция отключена. Но если мы включим 5, или 3, или 1 минуту выберем. Монитор камеры, если мы ничего не делаем, будет выключаться и тухнуть. Нам это не надо. Выходим. Информация о памяти. Подтверждаем. Здесь мы видим, насколько у нас карта памяти занята. Выходим дальше. Дальше форматирование карты. Если мы нажмем Подтвердить, у нас спрашивают, надо форматировать все или не надо. Мне не надо. Нажимаем меню обратно. Дальше функция Сбросить все. Сброс всего. Это значит, получается, мы вернемся к заводским настройкам. Нам это не надо. Информация о версии. Нажимаем кнопку Записи, Подтверждение. Мы видим нашу версию. Нужно обновлять или не нужно обновлять. Выходим в меню. Листаем дальше. Обновление прошивки. Нужно обновить или не нужно обновить. Но это если мы камеру подключим к компьютеру. Нам это пока не надо. Все, друзья мои, это все меню. Чтобы выйти из режима меню, мы нажимаем кнопочку М опять. Меню. По настройкам вроде бы все. Единственное, у меня сейчас стоит фото. Сейчас я переставлю в режим видеозаписи. Режим видеозаписи. Все. На 7 часов 47 минут 17 секунд. Нам хватит видеозаписи на 32 гигабайта карточку. А кстати, если мы выберем фотографии, то мы видим, что 9999 фотографий мы можем сделать. Меню очень простое. Камера очень доступная. Чтобы выключить камеру, мы должны нажать и удержать кнопку включения-выключения. Все, камера выключена. Здесь у нас шнур с объективом подключается к самому мониторчику. Ну, как-то так, друзья мои. Вот такой девайс я себе приобрел. Какой приобретете себе вы? Разнообразие камер колоссальное. Я долго выбирал и остановился именно на этой камере. Мне еще понравилось пару камер, но они стоили или дороже, или у них были свои недостатки. Скажем, они просто были громоздкие. Единственный недостаток, то, что я говорил, есть у камеры недостаток, это то, что шнур тонковат. Конечно, было бы удобнее крутить, управлять камерой, если шнур был бы потолще. Но я перезноровился, используя вот такой грузик-отвес, который стабилизирует камеру, натягивает шнур и камерой проще управлять. Это обыкновенная, ну, не совсем обыкновенная, вот такая чебурашка. Грузик можно использовать разный. Кому видео было интересно, ставим палец вверх. Кому неинтересно, проходим мимо. Все, друзья мои, всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех благу.